Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиша и в ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! Первая стадия чемпионата Беларуси по мини-футболу подошла к экватору. Позади первый круг регулярки. Для гомельских любителей он завершился на мажорной ноте. По его итогам в зоне плей-офф две команды из областного центра. ВРЗ и БЧ. Агрокомбинат Южный из Гомельского района находится в нижней части турнирной таблицы. Непростым выдался финиш первого круга для южан. В 15-м туре на своем поле они принимали третью команду чемпионата «Столичный дорожник». У южан проблем сейчас хватает. Из-за череды травм команда лишилась полноценной четверки. Так что тренерскому штабу не позавидуешь. Несмотря на все трудности, хозяева сумели дать настоящий бой минчанам, которые несколько неожиданно даже для них самих занимают третью строку в турнирной таблице. В минувшем сезоне, напомню, дорожник немного не дотянул до плей-офф. Мы в прошлом году за сезон имели такое количество очков, а сейчас за первый круг. То есть задача команды изначально – это попадание в восьмерку. Но я думаю, что в этом сезоне нам удастся ее решить. Счет в матче на десятой минуте открыли гости. Ворота Валентина Позняка поразил Юрий Рабыко. 0-1. Минчане старались не отдавать территориальное преимущество хозяевам. Однако увеличить разрыв в счете до перерыва не удалось. Второй там получился более насыщенным на события. Опасные моменты возникали у обоих ворот. Южане полагались на контратаки, гости на позиционное нападение. На четвертой минуте Игорь Крес имел, пожалуй, самый верный момент, чтобы сравнять счет. Однако переиграть голкипера-дорожника не удалось ни с первой, ни со второй попытки. Меня чем через минуту положение южного ухудшилось. Александр Белый эффективно воспользовался ошибкой обороны хозяев. И, как потом оказалось, поставил точку в этой игре – 0-2. До финальной сирены у команд были моменты, чтобы пополнить голевой багаж. Однако фортуна была на стороне голкиперов. Игра была непростой. Мы и ожидали, что непросто нам будет. Сегодня давлял над нами результат. Мы рады, что набрали три очка. Ни в чем не могу упрекнуть свою команду сегодня. Они были, как положено, и бились в каждом моменте. И вы видели, сколько моментов создали сегодня. Их воротарь, конечно, это, наверное, его лучший матч в этом чемпионате. То есть он брал все, что можно. Ну и, к сожалению, со второго тайма пришлось вообще переходить на шесть человек, потому что некому было играть. То есть травмы у нас в этом первом круге очень сильно подкосили. В принципе, даже шестером мы довольно-таки серьезно составляли конкуренцию и играли, и упирались, и были моменты у нас. Дмитрий Алексеевич в целом доволен итогом первого круга. Выше головы не прыгнешь. Если бы были все здоровы, я думаю, было бы все лучше. Ну а так мы идем на своем месте. Соотношение тех футболистов, которых у нас есть, скажем так, цена-качество. В принципе, все нормально, работаем дальше. Думаю, что между кругами, может, кем-то усилимся. Уже в ближайшую субботу команды вновь сыграют между собой. На этот раз в рамках Кубка страны. Жребий свел их на стадии 1-8 финала. Матч пройдет в Минске. В 15-м туре ВРЗ крупно переграл новичка высшей лиги Брестский Аматор 12-2. Хит-триком в этой встрече отметился Евгений Клочко. С 25 голами он уверенно возглавляет список бомбардиров чемпионата. Гомельская БЧ также победила в 15-м туре. Железнодорожники на последней минуте сумели вырвать победу в поединке с Микошевичским Гранитом 3-2. Один из голов в этом матче на свой счет записал Никита Андреевский. Примечательно это взятие ворот тем, что стало тысячным для команды в чемпионатах Беларуси. Для этого БЧ понадобилось провести 235 матчей. По итогам первого круга в турнирной таблице ситуация следующая. ВРЗ лидирует. Столица отстает на 3 балла. Замыкает тройку сильнейших дорожник. БЧ на 8-й позиции. Южный на 12-й. ЦКК замыкает турнирную таблицу. Команда из Светлогорска так и не смогла открыть счет набранным в чемпионате очкам. Международный фестиваль легкой атлетики «Снежная рысь» собрал в Гомеле спортсменов со всех уголков Беларуси, а также из России. За медали боролись представители почти четырех десятков команд. В минувшем году состоялся первый фестиваль легкой атлетики. Тогда соревновались более 800 спортсменов из Беларуси, России и Польши. В этом году поляки участие не принимали. Сужение географии на количество участников не повлияло. Даже наоборот. В нынешнем году соревноваться в Гомель приехало более тысячи легкоатлетов. Более десятка команд представляли Россию. Соревновались спортсмены в двух возрастных категориях. 2000-2001 и 2002-2003 годов рождения. Не зря «Снежная рысь» носит статус фестиваля. Масштаб спортивного праздника соответствовал. В легкоатлетическом манеже сильнейших выявляли на беговых дорожках, в секторах для прыжков в длину и высоту, а также в прыжках в шестом и в метании ядра. В общекомандном зачете в обеих возрастных категориях победили спортсмены областного центра Олимпийского резерва по легкой атлетике. Параллельно в Минске состоялся финальный этап республиканского спортивно-массового мероприятия «300 талантов для королевы». Отбор стартовал еще весной. Из более чем 200 тысяч учеников вторых-четвертых классов выбрали 300. 42 из них представляли Гомельскую область. Программа соревнований традиционно включала 4 вида – прыжки, барьерный бег, эстафета 8 по 50 и метание мяча. Мероприятие самое было красочное, красивое, торжественное. И такие праздники детям нравятся всегда. С удовольствием дети съездили, получили массу положительных эмоций, получили много подарков. Признанными лидерами в мировом бадминтоне являются азиатские спортсмены. Они завоевывают львиную долю и наград на всех международных турнирах, включая Олимпийские игры. Белорусы пока достижениями в этом виде спорта похвастаться не могут. Однако в бадминтон в нашей стране играют. И Гомельская область далеко не на последних ролях. Это доказала республиканская спартакиада среди детско-юношеских спортивных школ, которая состоялась в Гомеле. Первые олимпийские медали в этом виде спорта разыграли в 1992 году, однако сама игра появилась еще в 19 веке. Моду в этом виде спорта диктуют азиаты, в первую очередь китайцы. Для игры в бадминтон надо немного – площадка, сетка, ракетка и валаны. Последние, кстати, составляют основу затрат на экипировку. Причина – недолговечность. На спартакиаде Дю США участвовали спортсмены 2000 года рождения и моложе. На турнир собрались все сильнейшие. Эти соревнования являются одним из этапов отбора на период Европы У-17 и У-19. Представители Гомельской области на республиканских стартах всегда в числе фаворитов. В этом возрасте также есть спортсмены, претендующие на высокие места. Среди них и мазырянин Илья Щербенко. Спортсмен ставит перед собой самые высокие цели. Конечно, у всех есть соблазн стать олимпийским чемпионом, но я стремлюсь. Тренер готовит меня. На спартакиаде Дю США Илья дошел до финала одиночного разряда, где уступил спортсмену из Бреста. Направдал ожидания тренеров и гомельчанин Игорь Бондарев. Он занял третье место. В одиночных соревнованиях у девушек в финале также была представительница нашего региона. Мазырянка Анна Бондаренко в главном матче уступила Ульяне Захаровой из Бреста. В парном разряде и у парней, и у девушек наши спортсмены на пьедестал не поднимались. А вот в миксте Анна Бондаренко и Илья Щербенко попали в призеры. Гомельчанка Екатерина Юшкевич вернулась серебряной наградой с первенства мира по киокушин каратэ-до. В международном спортивном форуме в Болгарии приняли участие свыше 600 каратистов из более чем 30 стран. Турнир был не из простых. В течение одного дня Екатерина провела четыре поединка. Не уступила только в одном, но самом главном. В финале в весовой категории до 60 килограммов среди спортсменов в возрасте 14-15 лет воспитанница Гомельского центра восточных единоборств не смогла совладать с представительницей России. Ты понимаешь, что на тебя смотрит вся страна, все знакомые твои, просто все смотрят трансляции. Одно татами, получается, все на тебя смотрят. Так немножко волнительно, но не удалось, потому что я была, видимо, немножко слабее где-то, где-то морально не собралась. Этот успех не случайен. Екатерина в секции каратэ уже 8 лет. В разное время ее подготовкой занимались Павел Вихарев и Наталья Селюкова. Сейчас Екатерину тренирует Сергей Мартюхин. Весь предыдущий год спортсменка готовилась к первенству мира. И расчет был на золото, однако в финале немного не хватило. Судьи высоко оценили выступление белорусские. Екатерина получила приз за лучшую технику. Вообще успех для Кати не случайен, потому что очень упорный человек, фактически не пропускает тренировок. Мне кажется, заслуженно победила. И ничего удивительного в этом нет. Все-таки хотели, конечно, первое место. Но турнир действительно тяжелый, соперницы были все на уровне. Поэтому, наверное, не получилось. На первенстве мира нашу страну представляли 12 спортсменов. Пять из них из Гомеля. По итогам соревнований в копилке белорусов две награды. Кроме Екатерины Юшкевича на пьедестал поднялась минчанка Анна Дедко. У нее тоже серебро. В российском Нижневартовске состоялся 14-й кубок мира по боксу среди нефтяных стран. Участие в международном форуме приняли 130 спортсменов из 14 стран. В составе белорусской делегации на турнир отправились три воспитанника гомельской школы бокса. Александр Калеев, Алина Вебер и Яна Бурим. Александру Яне взойти на пьедестал не удалось, а вот Алина Вебер стала бронзовым призером. Девушку тренирует Игорь Фигуренко. Совсем недавно еще две его воспитанницы Виктория Кебикова и Юлия Апанасович завоевали бронзу на чемпионате Европы. На континентальный форум, который проходил в Болгарии, в составе национальной команды ездили четыре гомельчанки. Яна Бурим, Галина Бруевич, Юлия Апанасович и Виктория Кебикова. На чемпионат Европы ехали за четырьмя медалями, однако не сложилось. В первом же раунде Галина Бруевич получила повреждения и не смогла выступить в полную силу. Немного не хватило и Яне Бурим. А вот Юлия Апанасович и Виктория Кебикова смогли добраться до пьедестала. В весовой категории до 81 килограмма, где выступала Виктория, заявились семь спортсменок. В полуфинал Белорусска попала без боя. Россиянка Любовь Юсупова, с которой в четвертьфинале свел жребий Викторию, отказалась выходить на ринг. В полуфинале соперницей была венгерка Петра Шатмари. В равном поединке судьи присудили победу спортсменки из Венгрии. За выход в финал я проиграла венгерке с равным счетом. 38-38 у нас было, кажется, и все судьи дали нам равный счет. Но по преимуществу победу отдали ей. Обидно было. Но это уже прошлое. Поэтому будем жить настоящим, тренироваться и в следующий раз побеждать. А цели у шестикратной чемпионки Беларуси самые амбициозные. Впереди новый олимпийский цикл и, как его итог, возможность поехать в Токио в 2020 году. Единственный минус – отсутствие конкурентов на внутренней арене. Юлия Панасович в ринге более трех лет. Говорит, пришла с подругами за компанию и осталась. Ее путь к медали чемпионата Европы был длиннее. В категории до 57 килограммов награды оспаривали 15 спортсменок. В одной восьмой финала Юлия была сильнее венгерки Корнелии Китинаги. В четвертьфинале сломила сопротивление англичанки Рейвен Чапман. А вот в полуфинале турчанка Сати Бурчо оказалась не по зубам белорусским. Бронзовый успех чемпионата Европы – закономерный результат тяжелого труда. Тяжело, конечно, было. Три тренировки в день. Ну, помогали. И управление спортом материально тоже на сборы ставили. И родные, близкие помогают. Тренер. Это как бы маленький шаг к мечте моей – стать олимпийской чемпионкой. Успех на чемпионате Европы позволил девушкам выполнить норматив мастера спорта международного класса. Кроме того, они вошли в историю белорусского женского бокса. Девушки надеются, что их успех мотивирует других девчонок усердно работать и, вопреки существующим предрассудкам, добиваться высоких результатов. В таком, на первый взгляд, неженском виде спорта, как бокс. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова